Некоторые просто не выдерживают, были же ситуации, когда сердце останавливает, ну разное. Некоторые не выдерживают, а некоторые просто крепятся. Но это очень, как бы, 14 дней эти, это как бы очень страшно. За эти 14 дней уже как бы самому просто хочется покончить жизнь с тобой, жить не хочется, просто возможности нема. Оно реально все так происходит, что просто легче взять просто реально и как бы умереть, чем жить вот это и дальше. Ты просто на протяжении 14 дней думаешь, а что дальше будет, ну как бы, если сейчас здесь так, а что будет дальше, как бы ты не понимаешь. Ну там просто не жалеют вообще. Ну очень страшно, ну реально одним сломат просто, даже хуже. За то время, что я там сидел, чтобы за 9 месяцев, что я там пробыл, двоих вынесли вперед ногами. С этапа. С кадаира. Убили. Козлы. Это мы лично знаем. Я знаю, кто это сделал. В 2017 году я приехал. Со мной на этапе, ну был пацан умер, да. Он, может, что-то со здоровьем стало. Это было заметно на глазах. Вот, ну строй мы стоим, две недели стоим. А там на четвертый или на пятый день он так, он уже бледный стоял такой. Ну видно, что ему уже тяжело. Это тоже он в туалет постоянно там сводите ему, слышь, ты заебал. Он там, ну пожалуйста, сводите там в туалет. А у него одной почки не было у этого пацана, ну я знаю. Ну, короче, у него вот это все, его положили на санчасть, пару дней вывезли на, ну, на вольную больницу куда-то. И он умер там тоже, и пару дней он умер. И нас потом звали и говорили, чтобы мы написали, типа, ну, что к нему не причинялись там физические, там, всякие физические действия, никто не бил его. Зеки при мне скрывались, кафтали гайки, кафтали железки, кафтали лезвия. Кого даже вывозили. При мне даже козел сломал зек в челюсть. На улице это случилось. Ну, приезжала прокуратура. Ну, они, они заставили потерпевшего сказать, что он упал с кровати со второго яруса.